Всем огромный привет! Сегодня мы будем делать кофейное мыло со скрабом. Нам понадобится кофе, я его уже намолол. Степень помола вы можете регулировать сами, какую вам надо, погрубее или помельче. Я не рекомендую использовать использованное кофе, потому что оно напитало в себе воду, и срок годности мыла из-за этого уменьшается. Также я возьму вот эту простую форму, мыльная основа прозрачная у меня. Я решил использовать шоколадный пищевой ароматизатор, кедровое масло, и я думаю, что я буду использовать черный пищевой пигмент, чтобы подкрасить мыло. Ну и конечно же нам понадобится спирт. Нам нужно нарезать нашу мыльную основу на равномерные кубики-полоски, или как вам удобно, чтобы она была легче, ей было раз, плавиться. И мы ее отправим в микроволновку. Так, я делаю такие вот кубички приблизительно. Желательно, чтобы было равномерно, чтобы наша основа не перекипала, потому что, когда основная часть расплавится, и там будут плавать куски, естественно, уже какая-то часть будет подкипать. В нашем случае это не очень важно, но если мы будем делать какое-то прозрачное мыло, то это лишняя муть, это лишние пузырьки какие-то, воздуха и так далее. Так, наша мыльная основа расплавилась, получилась немножко с пенкой, но ничего. Добавляем сюда масло. Такое количество, где-то пол-ложки можно. Слишком много оно всплывет на поверхности. Возьмем ароматизатор, где-то 5 капель, наверное. Вот так вот. У него даже и цвет коричневый. Сейчас мы это размешаем все. Так. И черного пигментика для красоты. Сколько, я не знаю. Давайте 5 капель посмотрим. Потому что он какой-то даже фиолетовый. Так, ну, я думаю, достаточно. Так. И засыпаем кофе. Теперь все хорошенько вымешиваем. Сильно торопиться не надо. Даже очень хорошо, если будет немножечко густоватое. Чтобы кофе не осело на дно. И аккуратненько заливаем наше мыло в форму. Я стараюсь, чтобы вот этого взвеси не было. То очень часто бывает, что какой-то наполнитель, он на дне. Так. Ну, здесь какие-то пузырьки наверху. В принципе, ничего страшного для такого плана мыла. Но можно немножечко спиртика для ровности. Теперь ждем остывания. Так, наше мыло застыло. Давайте попробуем его теперь достать. Пластиковая форма, она мне не очень нравится, потому что она не эластичная такая, как силикон. Поэтому бывает, что с трудом достается. Ну, вот, собственно, получилось у нас такое мыло. Оно немножечко неприглядно выглядит. У него такой приятный шоколадный запах. Правда, немножечко приторный, может быть, показаться. Вот. Ну, и будет здесь такой скрабирующий эффект. Достаточно простое мыло и быстрое, которое может освоить каждый. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч.